22-летний Анатолий Кондрусёв, несмотря на молодой возраст, никогда не любил шумные компании. Ещё в детстве, когда большая часть его сверстников проводила время во дворе, он предпочитал сидеть дома, читать. Про таких, как Анатолий, обычно говорят «домосед». Однако у молодого человека были свои взгляды на жизнь, свои планы и свои способы их реализации. Сразу же после школы парень поступил в Могилёвский государственный университет продовольствия, а затем оформился индивидуальным предпринимателем и устроился на работу в такси. Временно, для того, чтобы получить опыт вождения. В дальнейшем Анатолий хотел стать водителем-дальнобойщиком и с этой целью самостоятельно учил 4 иностранных языка. Вечером 20 июля 2014 года Анатолий в очередной раз выехал из дома и направил в дом. Анатолий отправился на поиски клиент. Правда, в центр города молодой человек решил не ехать. Ждать своих пассажиров он собирался на одной из остановок по улице Габровская, как раз напротив торгового центра «Карусель». На часах было около 22.00. Людей на улице практически не было и вечер обещал быть небогатым на выручку. Уезжая, Анатолий пообещал матери, что долго работать сегодня не собирается и уже к часу ночи вернется домой. Однако время шло, клиента все не было, а возвращаться с пустыми карманами тоже не хотелось. Так, в ожидании хотя бы одного единственного пассажира, парень постоял до 4 утра. Как вдруг в окно его машины неожиданно постучали. Долгожданным клиентом оказался с виду нетрезвый молодой человек лет 25-26. Он сел на заднее сидение автомобиля такси и указал водителю адрес, по которому его нужно доставить. Ехать необходимо было всего несколько километров. Стоимость такой поездки для Могилева не более 50 тысяч рублей. Однако для Анатолия она оказалась равна цене собственной жизни. Обвиняемый не желал платить. По этому поводу между ними возник конфликт. И потерпевший стал выгонять обвиняемого из машины. То есть просить его покинуть салон и угрожать тем, что обратится в октябрьский роды. То есть сейчас обратится в милицию. Не знаю, стал бы он обращаться в милицию по поводу того, что пассажир отказался платить или нет. Но мы этого не знаем. Потому что, к несчастью, обвиняемый по себе оказался нужен. 21 июля 2014 года, около пяти часов утра, одновременно на пульт Могилевской скорой помощи и в дежурную часть милиции приходит тревожное сообщение. На стоянке возле одного из магазинов на окраине города обнаружено окровавленное тело молодого мужчины. На место незамедлительно выезжает следственная оперативная группа. На место совершения данного преступления выбывало руководство криминальной милиции, управление уголовного розыска, а также сотрудники управления уголовного розыска УВД и Октябрьского УВД города Могилева. При первоначальном осмотре потерпевшего, значит, осмотре места происшествия, обнаружены извятые вещественные доказательства, которые потом являлись доказыванием по данному уголовному делу. Было видно, что молодой человек убит. Сомнений это никого не вызывало. Это наиболее, скажем так, вероятная была версия о том, что он является водителем, поскольку обстановка на месте происшествия, исходя из этой обстановки, было видно, что убийство было совершено не в этом месте, что тело туда привезли. Более того, установить личность убитого на первоначальном этапе расследования не удается. Никаких документов при нем нет, а для того, чтобы провести опознание, нужны хотя бы родственники. Все, что могут следователи и оперативники, лишь выдвигать свои предположения. Работу затрудняло то, что изначально не было понятно, не было ничего известного об этом молодом человеке. Только возраст 20-25 лет на вид. И все. И предположение о том, что он водитель. Пересечение двух автомобильцев в Австралии крупных рядом. Это мог быть даже не житель города Могилева. Сотрудники розыска работали по всем направлениям, опросили местных жителей, опросили предприятие безлежащее. Постепенно картина начала вырисовываться. Личность убитого парня удалось установить к вечеру того же дня. Им оказался 22-летний житель Могилева, таксист Анатолий Кондрусев. Заявление об исчезновении молодого человека подала его мазь. А когда оперативники сопоставили все имеющиеся приметы, родственников вызвали на опознание. Именно тогда в деле появилась еще одна зацепка. Было установлено, что у потерпевшего, на котором он передвигался с целью извоза, был похищен автомобиль «Опель». Значит, на ориентирование и задержание данной автомашины были ориентированы сотрудники ГАИ области. Отрабатывались направления, по которым преступник мог скрыться из города Могилева, а также отрабатывался сам город Могилев с целью установления и задержания данной автомашины. Тот потерпевший был мобильный телефон и выходил в интернет. Исходя из осмотра его странички в интернете, последний вход был в 4 часа 10 минут. То есть, видимо, в это время к нему подошел обвиняние. Он вышел из сети, точнее, покинул сайт, но не вышел из сети. И из-за этого мы знаем последующее перемещение обвиняемого. Через несколько часов, то есть к 6 утра. Фактически сообщение поступило в 9 часов вечера, а уже к 6 утра нами была получена информация о том, что человек задержан, предполагаемый убийца. Подозреваемого в убийстве таксиста задержали рано утром в Бобруйске. Преступник спал в той самой машине, которую сутки назад угнал, жестоко оборвав при этом жизнь незнакомого ему человека. К этому времени эксперты уже подсчитают. Убийца нанес своей жертве 54 удара ножом, 13 из которых были проникающими в жизненно важные органы. У молодого парня просто не было шансов выжить. Смотрите далее. Спланированное нападение или роковое стечение обстоятельств? За что убили молодого таксиста? Куда пропала его машина? И почему преступника задержали в Бобруйске? В свои 25 лет Антон Саксонов уже был женат и даже имел от этого брака малолетнего ребенка. Но, как говорится, не сложилось. Супруга ушла от него вместе с малышом, оставив молодого человека наедине с бутылкой и долгами. Правда, горевал бывший глава семейства недолго. Буквально через месяц после разрыва с женой Антон завязал новые отношения. Казалось, на этот раз все серьезно. Однако и этот союз вскоре после знакомства дал трещину. И вновь разорвать отношения с Саксонову предложила сама девушка. Но на этот раз парень до последнего пытался сохранить возлюбленную. Он приехал в пятницу с намерением выяснить у нее причину всего этого и, возможно, наладить их отношения, то есть помириться. В субботу с этой цели он снимает квартиру, куда приглашает прийти эту девушку. Она отказывается. Ну, он потратил достаточно немного денег. Он накрыл стол. И поэтому, чтобы это все не пропадало, он зовет туда своих случайных друзей. В тот же вечер компанию Саксонову составили двое его знакомых. Вместе они распивали дорогое спиртное под рассказы товарища о счастливой жизни, в которую ему со дня на день якобы придется окунуться. Мол, завтра утром он уезжает в Санкт-Петербург, где его ждет девушка-мечта, машина и квартира. Осушив очередную бутылку и пожелав Антону удачи, приятели расходятся по домам, оставляя организатора банкета одного. Сам же Саксонов не спешит покидать съемную квартиру. Парень остается там до утра. Выпивает все спиртное, купленное, которого было немало, и в алкогольном угаре пытается покончить жизнь самоубийством. Сидящего в окне 11-го этажа его застает хозяин квартиры, который пришел забирать ключи и оплату за аренду. Увидев такую картину, мужчина от греха подальше вызывает милицию. Приехавший наряд снимает пьяного парня с окна и для разбирательства забирает в опорный пункт. Правда, после выяснения личности молодого человека отпускают. Оснований для его задержания нет, претензий не имеет и хозяин съемной квартиры. По пути домой он купил пару бутилок пива, выпил их, пришел домой, переоделся и ушел гулять, как он объяснил родственникам. С его слов гулял он все время в одном микрорайоне, то есть города неподалеку, как раз от того места, где потом встретил потерпевшего. Гулял просто бессмысленно, бродя по улицам, думая о своей жизни. В размышлениях о смысле жизни Саксонов бесцельно прогулял по улицам Могилева практически всю ночь. В 4 часа утра к нему в голову приходит новая идея. Молодому человеку нужен собеседник, который выслушает его и поймет. Он звонит очередному знакомому и сообщает, что скоро заедет к нему в гости. Но до дома товарища около 3 километров, а идти пешком сил уже нет. И тогда Антон решает взять такси. Он подходит к первой попавшейся машине у остановки, садится на заднее сидение и через несколько секунд автомобиль трогается с места. Еще до того, как удалось выяснить личность погибшего таксиста, в милицию поступило одновременно два похожих заявления. В обоих матери разыскивали своих без вести пропавших сыновей. Схожие описания внешности, практически одинаковый возраст. Тогда никто еще не догадывался, что речь идет о преступнике и его жертве. О исчезновении молодого человека сообщила его мать. Первополномоченный, который принимал это сообщение, сразу по приметам понял, о ком идет речь. Но поскольку без официального предъявления для опознания тела он не мог сообщить матери новость о смерти сына, назначил ей встречу на утро. Одновременно, ну вот такова судьба. В милицию поступило еще одно сообщение об безвестном исчезновении еще одного молодого человека. Также по возрасту, по росту, по телосложению все сходилось. Как выяснилось потом, это был преступник. Но на тот момент мы об этом не знали. И, в общем-то, вот такова воля судьбы, я не знаю. Матери, скажем так, обвиняемого, тогда предъявили фотографию погибшего парня. То есть она об этом узнала раньше, чем мать терпевшую. Спустя сутки после совершения преступления следователи узнали и имя самого душегуба. Им оказался 25-летний Антон Саксонов. Утром 22 июля на платной стоянке в Бобруйске молодого человека задержал ОМОН. Сразу же после этого подозреваемого доставили в Могилев. Данный гражданин в поле зрения милиции не попадал ни разу. Он был не судим и фактически являлся нормальным человеком, нормальным гражданином. Работал в Могилев техремонт, значит, рабочим. В том, что именно он совершил это преступление, ни у кого не было сомнений, наверное, с момента его задержания. Он был задержан в машине потерпевшего. В салоне автомашины было масса следов крови. Были личные вещи погибшего. Ну и, скажем так, молодой человек, обвиняемый впоследствии на несовершении указанного преступления, он весь был перепачен в крови. И, скажем так, по его поведению было понятно, что он причастен к убийству. Однако узнать хоть какие-либо подробности произошедшего у самого парня не удалось. Саксонов наотрез отказался сотрудничать со следствием. Впрочем, это не помешало вывести злоумышленника на чистую воду. Спустя два месяца расследования следователи предъявили обвиняемому результаты десятка экспертиз, которые полностью подтверждали его причастность к убийству таксиста. Только после этого молодой человек, наконец, начал говорить. Смотрите далее. История без капли раскаяния. Почему преступник два месяца не говорил ни слова? Как следователям удалось доказать его вину? И какого наказания заслуживает убийца ни в чем не повинного человека? 21 октября 2014 года. Обвиняемый в убийстве 22-летнего таксиста Антон Саксонов впервые с момента своего задержания соглашается на проверку показаний на месте. При этом парень заметно нервничает и путается в словах. В какие-то моменты даже кажется, что он просто пытается в очередной раз запутать следствие. Я попросил таксиста отвезти меня на Гомельское шоссе. Он меня отвез. Начали на полушных тонах, ну, когда приехали, начали на полушных тонах разговаривать с ним. Он запросил другую сумму, о которой мы и договаривались. О том, что потерпевший за время пути якобы вдвое повысил сумму поездки, обвиняемый в ходе следствия настаивал неоднократно. Видимо, таким образом он пытался хоть как-то оправдать возникший конфликт. Но следователи привыкли верить не словам, а фактам. А они как раз говорили, не в пользу Саксонова. Они приехали на место. Потерпевший попросил оплатить проезд. Скажем так, обвиняемому не хотелось этого делать. Хотя деньги у него при себе были. Но во всяком случае, он об этом говорит, что у него при себе были наличные деньги. Но даже если это было и не так, то дома у него лежала банковская карточка, а на карточке у него было около 9 миллионов рублей. Для него это он просто разозлился. Просто у него столько было проблем, как он объяснял, своих личных. А тут потерпевший же на тебе деньги попросил за такси, за проезд в такси. Начал выгонять, его это взбесило, и вот он стал наносить удары. Себя уже не контролировал, поэтому сколько он конкретно нанесу, сказать, не смог. Но сказал, что больше 20. Вообще, их было 54. Я не помню, куда я удары наносил, сколько раз наносил и удары. Воспроизведите примерно хоть все, что помните, как примерно вы наносили удары. Я эти моменты точно не помню. Я не помню. Но вы наносили удары только в правую половину туловища? Или куда? Я не помню, как я наносил удары. Я помню, вроде первые удары куда-то вот пошли в эту область. То есть или сюда, или сюда, я не помню. Потом я вылез из автомобиля. Он на краю как-то вот держался рукой за руль. Угу. Вот. Да, ну как-то вот так. Нож я взял и нанес еще удар в область живота, или я не помню, но помню вот эту область. Продемонстрируй эти удары, как помнишь. Вот, нанес. После этого он просто стащил тело, сбросил его, скажем так, на месте, где его потом обнаружили. И уже не знаю, что ему делать. Значит, намерение якобы сразу не имело завладеть эту машину. Я просто не знала, что ему делать. Он в панике сел в гору и уехал. При этом какого-то определенного маршрута у Саксонова не было. В пьяном угаре он просто метался по всей стране. Следователи установили, что за сутки, которые обвиняемому удавалось скрываться, он проехал более тысячи километров. Маршрут при движении преступника удалось установить благодаря телефону потерпевшего, который все это время был включен и находился в салоне машины. Кроме этого, следователи изучили данные с десятков камер регистрации скорости. В итоге выяснилось, что обвиняемый за день побывал в трех областях. При этом автомобиль двигался со скоростью 150-160 километров в час. И что самое интересное, душегубу явно везло. На его пути ни разу не встретились сотрудники ГАИ. Проехал Могилевскую, Минскую, Гомельскую области. Заезжал в сам Гомель. Чего он хотел, непонятно, но он практически нигде не останавливался до того, как он вернулся в Бобруйске. Как он оказался в Бобруйске, он объясняет это, собственно, следующим образом. Понимая, что в других областях на регистрационный знак автомашины обратят внимание быстрее, чем в Могилевской области, где все шестерки, он решил вернуться в крупный город для того, чтобы автомобиль затерялся. Но это абсолютно говорит о том, что человек не собирался добробольно являться как сотрудника милиции, каяться. По всем данным, он собирался покинуть Республику Беларусь, но ему надо было отдохнуть. Следующий его пункт назначения был Кричев, Зенчатка, Россия. Таков маршрут был забит во всяком случае в навигаторе. Лучшим местом для отдыха Саксонов посчитал платную автостоянку. Около 10 часов вечера обвиняемый, как ни в чем не бывало, улегся спать прямо в салоне угнанной машины. Разбудили его уже сотрудники милиции. Было установлено, что в данной автомашине, принадлежащей потерпевшему, находится неустановленный мужчина. Было принято решение о его задержании. В автомашине имелись многочисленные следы крови, что свидетельствовало о том, что преступление было совершено именно в автомобиле. Позже следователям удалось найти и тот самый нож, которым Саксонов в буквальном смысле истязал свою жертву. Орудие убийства он выбросил в лесу в 20 километрах от Могилева. На лезвии эксперты нашли кровь потерпевшего, а на рукоятке – отпечатки обвиняемого. Кроме того, вся одежда Саксонова была буквально забрызгана кровью. И при этом за весь день на него не обратил внимания ни один человек. Он был просто весь в крови. Поверьте мне, не заметить, что он перепачкан кровью было невозможно. Он два или три раза за это время заезжал на автозаправочную станцию. Мне хочется посмотреть, скажем, на тех девушек, они что-то не смотрят на них. Человек к ним заходит весь в крови перепачканной, и они на это не обращают внимания. Днем. Но несмотря на такое безразличие окружающих, преступнику все же не удалось уйти от ответственности. В отношении 25-летнего Антона Саксонова было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Его действия следователи квалифицировали как убийство с особой жестокостью, угон и кража. Впрочем, есть вопрос, на который так и не нашлось ответа даже у самих следователей. В ходе расследования этого уголовного дела я, честно, так и не смогла ответить для себя лично на один вопрос. Зачем? Он, честно говоря, вообще не каялся. Вот он старался всю вину переложить на окружающих, на потерпевшего тоже. Но не на себя. Вот он не признал в том, что вот он виноват в чем-то. И это было странно. Очень было тяжело общаться с родителями потерпевшего. Они ко мне приходили периодически, заглядывая в глаза, спрашивая, за что его убили нашего сына. Тяжело смотреть в глаза и знать, что сказать. Вопросом, за что, мать Анатолия Кондрусева задается каждый день. Женщина прекрасно помнит каждую минуту той ночи, когда ее сына лишали жизни. По иронии судьбы ей даже приснился странный сон. Как окажется впоследствии – вещей. Над Химками есть озеро, в сторону Вейна. И там над тем, как будто он на коленке прислонился, и собрался мыть руки над тем озером. И над ним кобра, большая белая кобра в черные яблоки. Я, конечно, сына, и проснулась. Самого первого дня расследования Галина Васильевна собирает результаты экспертиз, фотографии с места преступления и копии постановлений следователя. Несмотря на страшные снимки, эти бумаги сегодня ее единственное утешение. Ведь вина преступника доказана на 100%. Хотя сам он даже на суде пытался всячески обелить себя. Он себя по-хамски, он молчал. А потом сидел, улыбался, а потом стал плакать. Что хочу жить. Хотел, типа, я хотел с собой покончить. Так почему ты с собой не покончил? А жизнь отнял другого человека. Зачем ты отнял жизнь другого человека? Сначала суда женщина не пропустила ни одного заседания. А после того, как взглянула в глаза убийцы своего сына, она уверена. Единственное справедливое наказание для него – смертная казнь. Забрали жизнь детенка. А за что? Не знаю. Который хотел жить. Хотел перспективу, хотел все. Стремился. Таким людям, которые так делают, им места в обществе нету и не должно быть. В связи с тем, что изначально обвиняемый полностью отрицал свою вину и категорически отказывался беседовать с психологами, а затем вдруг заявил, что убийство совершил в депрессивном состоянии и не мог в полной мере контролировать себя, в отношении его были проведены две психолого-психиатрические экспертизы. Их результат – Саксонов абсолютно здоров. Причиной трагедии стала его врожденная агрессивность. Произошел словесный конфликт с таксистом. Собственно, вот этот внутренний контроль над агрессией фактически полностью утратился. И произошла агрессивная разрядка, что вылилась в совершение данного преступления. Странно было то, что сам парень, этот забыл, как был очень сильный. Что родители у него, мать очень хорошая женщина, семья у него, все, в общем-то, люди воспитанные. Что могло побудить этого молодого человека, он ответа нам не дал, а я к нему в голову не залезу. В итоге Могилевский областной суд оставил квалификацию следователей неизменной. 27 марта 2015 года Антон Саксонов был признан виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью, а также в угоне автомобиля такси и краже находившихся в нем денег. С учетом того, что у подсудимого есть малолетний ребенок, и он никогда раньше не привлекался к уголовной ответственности, суд назначил убийце-таксиста 23 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Точку в этом громком деле поставил уже Верховный суд. Именно туда Саксонов подал свою касационную жалобу, но вердикт остался прежним. В любом случае ясно одно, каким бы ни было наказание, никто уже не вернет убитым горем родственникам сына, брата и дяди. Отвечать за это страшное преступление убийце придется еще и перед другим судом. И он будет явно не на земле. Субтитры создавал DimaTorzok